Эта выдумка абсолютно ненужная. Аплодисменты в зале раздаются каждый раз, когда кто-то выступает против паспортов фасадов. Те, кто за, особое даже и не слушают. В администрации советского района сегодня нет свободных мест. Обсудить актуальный вопрос приехали жители со всего города, около сотни человек. Мнение людей выслушали чиновники, архитекторы и городские депутаты. Каждому в зале раздали бюллетени, в которых можно было индивидуально написать свое мнение. К слову, большинство все же было за отмену документа. Люди не хотят платить своего кармана. Говорят, жилищно-коммунальные услуги и так обходятся дорого. Жилому дому 50 лет. Проживают настолько пенсионеры. Никаких магазинов, сферу услуг у нас в доме не предвидится. Зачем мы должны платить за ненужную нам услугу? Я понимаю, да, что если магазины, витрины, это все нужно приводить в порядок. Но опять же, я говорю, обычным жителям это не надо. Новый дом, новый дом, никаких магазинов, офисов там нет. И более того, у нас дом, допустим, сдан без остекленных балконов. То есть, соответственно, люди уже начали, кто-то стеклит, кто-то не стеклит. И я, например, считаю, что если паспорта фасадов будут приводить к единой норме, это все, то опять же, и что людям делать? То есть сейчас вот уже даже застопорились. Представители управляющих компаний выступили за паспорта. По их словам, услуга недорогая и нужная. Здания станут выглядеть презентабельнее и в едином стиле. Восьмиподъездному дому паспорт фасада обойдется примерно в 27 тысяч рублей. Если разделить на всех жильцов, то получаются якобы копейки. Уверяют, паспорта фасадов есть давно в многих городах России, в том числе в Новосибирске и в Кемерове. Народные избранники с этим мнением согласились. Разлучали хорошие предложения, там разные от людей. В том числе за счет предпринимателей, за счет фонда капитального ремонта. То есть, в принципе, это люди за чистый, хороший, красивый город. Вопрос, как это сделать? Требования к нашим фасадам в городе нужны. Особенно это касается центральных улиц. Не только центра города, да, там в том же советском районе. Там Партизана Железняка, Металлургов, 9 мая, Краснодарская. Ну, большие наши улицы, по которым большинство людей ездит, и общественный транспорт, и которые создают облик района. В итоге мнения разделились, но ко всем замечаниям чиновники обещали прислушаться. В итоге этих слушаний обещают подвести 8 мая. Антон Шевчук, Михаил Ткачуков, Вон ТВ Новости. Продолжение следует...